чувак мы на стриме на озвучке твоего вопросы потратили целых минут три если ты еще этот видос не посмотришь будешь уволен саны привет я задачен одним как многим покажется достаточно незначительным вопросом и правильно что покажется вопрос тем не менее присутствует заметили да что там где более более в контексте влога контексте повествования моей жизни у меня там идет эпизод такой а там где техногенные видосы вот там этого нету я вот блин в задумчивости как бы ведь техногенные видосы то тоже вроде бы как освещение моей жизни наверное есть смысл наверное как-то нумеровать раз уж я повел новый 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 плейлист новый формат и и так далее сейчас у меня не будет времени на монтаж склейки подклейки переклейки поэтому просто влог номер 12 пацаны помните пацанчик написал вопрос про изготовление кемпера из фургона к примеру дуката грузового без снятия перегородки и как парень сделал акцент что он просит как бы осветить очевидные минусы нет очевидные минусы как я понял ему понятно он просит осветить не очевидные минусы и а я в рублю режим диванного эксперта буду вот сидя на диване в этом бардаке я умеет у меня продолжается пока что это дезинфекция организация уборка и так далее и так далее так далее дядя лёш свалил санкт-петербург я кантуюсь у него на фазенде а здесь вот прихожу обрабатываю и так далее там кстати правду зон писали ребята там отчасти как бы верно все но это как в любом деле нужно здраво смотреть на вещи и вот то что я сейчас хочу рассказать тебе малый человек про кемпер которым будет не снята перегородка тут тоже нужно здраво смотреть на вещи потому что нет нет одного золотого решения нет одной золотой таблетки от всех болезней нет одного оптимального решения которое покрывает все вопросы нет чего-то одного типа вот там типа аля это только в сказках да золотой палец который воткнул в жопу все это самое все озолотилось вот так же и в жизни смотри я когда-то делал видос нудные скучные я что-то был без настроения про безопасность но вот в этом всем нудном скучном не особо позитивном видосе я осветил очень много вопросов и скорее не не столько технического технической реализации безопасности потому что это ну как я уже сказал ты вот прямо все как бы осветить невозможно и она нету универсального решения нету универсального решения счастья и жизни в целом вот но именно если использовать информацию сути о которой говорил то она может быть очень полезна для здравых людей и в твоем решении то же самое смотри ну во первых давай сначала разберем безопасность то что ты задаешь вопрос касаемо дополнительных замков ликвидации личинок знаешь это сработает но сработает на аля на 99 процентов сейчас объясню почему на 99 вы почему сработает и как и на сработает не просто тебе нужно ликвидировать личинки а тебе нужно ликвидировать сами ручки пластиковые тебе нужно ликвидировать вообще то чем можно воришке работать понимаешь и сделать какую-то другую систему, допустим, какого-то дистанционного привода, который изнутри тебя будет открывать, разблокировать дверку, которую ты дальше будешь открывать. И почему я сказал, это сработает на 99%? Как я в том видосе про безопасность говорил, что некоторые воришки достаточно умные, ребята, а некоторые не очень умные. Так вот, есть комбинация, бывает, очень умных и очень неумных, да? Не спрашивайте, откуда я это знаю, но я тебе скажу так, что не всегда автомобиль вскрывается методом взлома личинки, либо выбивания стекла. Зная конструкции систем приводов, замка, некоторый небольшой процент воришек делает это по-другому. Жесть в кузове автомобиля не очень-то и толстая. Есть специальный инструмент, которым несложно проколоть эту жесть в дверки. И зная определенные места, ты можешь в нужном месте проколоть эту жесть, и там нужную тягу дернуть там крючочком там тягой или еще чем-либо. И тем самым открыть дверь. Тебе не нужно даже личинку ломать, потому что не всегда слом личинки это решение. Там есть, ну, если понимаешь, если ты разбирал не одну личинку, то ты будешь знать об этом, но не важно. Сейчас это не то, как устроена личинка и как ее вскрыть. Ну вот, такой метод, скорее, даже вот то, о чем я говорю, прокол жести и работа с тягой, он проще и быстрее. И вот некоторые, некоторые, уже очень технически подкованные ребятки, жулики, такой метод используют. Но среди них есть и не очень умные ребятки. Почему? Потому что о том, что у тебя не задействована уже штатная система тяг и приводов, знаешь только ты. Эти ребята могут не знать. И они все равно, то есть, от этого повреждения ты можешь быть не застрахован. Почему я сказал, 99% тебе это обезопасит вскрытие, конкретно по личинкам сейчас мы говорим, да? Потому что попытка взлома может произойти, повреждение будет. Да, она, допустим, и окажется успешной. Это раз. Два. Касаемо перегородки, невозможности пройти внутрь. Что я тебе хочу сказать на этот счет? Опять-таки, про не всегда дальновидность жуликов. Не всегда, вот, как бы, которые они понимают. Я в том видосе, кстати, скритиковал скрытые привода, блокиратора дверей. Почему? Потому что, как бы, они-то помогут на каком-то этапе, да? Но они не помогут от разбитого стекла либо поломанные личинки. Вот. То есть, жулик уже поймет, что дверь-то как-то по-другому заблокирована, но потом. И так же с этой твоей перегородкой. Не каждый жулик детально, если он поймет, что это кемпер, он увидит там выходящего тебя и увидит там, где-то, ага, там коечка стоит, да? Что-то вроде бы есть. Ну вот, поняв, что это кемпер, не каждый поймет, что у тебя там из жести стальной перегородка стоит. То есть, могут не разглядеть, могут посмотреть, ага, там что-то там есть, ну, наверное, шторка. То есть, может быть, такая штука. И у тебя будет, опять-таки, либо бита боковушка, вот, треугольничек маленький, либо взломана личинка. Личинки нет, значит, будет бита боковушка. Да, процент снижается. Когда ты усложняешь задачу проникновения, процент снижается, но он не исключается. Решение. Какое есть решение? Я тебе сейчас скажу. Оно абсолютно неадекватное, и оно может быть все же применимое. Оно может быть применимое. Но такой момент... Ладно, сейчас про момент. Так, а мне же нужно же... Мне же нужно... Мне нужно туда выйти. А камеру я не могу взять. Ладно, буду тебе показывать на пальцах. Можно сделать из толстого алюминиевого листа такого, знаешь, такой, с такой не перфорацией, а, как это называется, такой, с такой текстурой, да, вот, знаешь, противоскользящие толстые листы, там, для каких-то вот технических нож используют. Можно из такого толстого листа сделать такой навес. Защиту. Не знаю, как это объяснить. На все боковое стекло. То есть, опускающийся и вот этот треугольничек. Он будет такой вот формы, да? Да? Понимаешь, да? Не обязательно. Там, кстати, будут вваривать какие-то болты для его крепления. Ты делаешь загиб там, где скат идет по двери, сверху и сбоку. Чтобы его можно было одеть. При открытой двери ты его одеваешь, закрываешь дверь, там зазора достаточно. Там, там без малого, там под сантиметр зазора. Вот, этого зазора достаточно, чтобы закрыть дверь. И все. И закрытую дверь ты не снимешь. Можно сделать такое. И да, действительно, это обезопасит тебя от, от, от того, чтобы выбьют тебе боковушку. Но, понимаешь, смотри, какая штука. Тут есть два момента. Первый момент, это неочевидный какой-то вот геморрой, да? Вот у меня, если ты обратил внимание, на некоторых видосах у меня стоят такие шторки, а-ля там вот просто задернул, да? А у меня есть теплозащитные шторы такие на присосках. Не шторы, а такие, ну как, маты такие, да, толстые. Которыми я уже не пользуюсь три года. Я ими пользовался первые, ну полгода, может быть. Но меня так задолбало их ставить, снимать, ставить, куда-то их ложить нужно постоянно, понимаешь? И вот эта постоянная процедура установки-снятия настолько меня задолбала по многим пунктам, да? По шторам, по замку, по ключам, по там освещению где-то что-то выключать или там искать, что-то вставать, да? Меня так это все надоело, что я это оптимизировал таким образом, чтобы оно как можно меньше отнимало моего времени, да? То есть я запарковался, да? То есть мне не нужно там целый квест, там 15-минутный, там с какими-то шторами, там, ну и так далее. Вот, ну по многим пунктам я так сделал. Поэтому вот неочевидный минус. Если ты решил на недельку куда-то катнуть в Венесуэлу и опасаешься, что тебе там выбьют стекло и попытаются твое богатое имущество, которое состоит из одного там электроколеса, украсть, Можешь это сделать, но оно тебе, скорее всего, не поможет. Скорее всего, наоборот, это привлечет твое внимание у Венесуэли. И тебя ограбят простым классическим методом из 90-м. Поставят нож в бок и скажут, отчиняй свой сундук. Вот, то есть такой момент. Если это будет не Венесуэла, если это будет Аргентина, там, где не такие прям уже боевые серьезные парни, внимание, как и прежде, привлечет, вероятность проникновения снизит. Но вот этот геморрой постоянный, то есть такой вопрос, надо ли оно. Понимаешь? Я говорил в том видосе про безопасность, что вопрос безопасности заключается не в размере ваших замков. Да? Я рассматриваю, кстати, вот то, что я вот типа, типа как ерничал, да, там, сарказмом говорил о этих амбразурах. Я о таком методе думаю. Только не амбразуру. Я думаю про решетки наружные. Я, ну, у меня, я планирую, я надеюсь и планирую в каком-то не очень далеком будущем катануться в Марокко. Но Марокко я ничего не опасаюсь. В моих мыслях еще более дальние страны с, ну, меньшими, скажем так, с более сложной жизнью, там, да, такие как Мавритания, да, ну и так далее. И я рассматриваю варианты сделать решеточки на вот эти окошечки и на передние, где я могу навесить. И, как бы, там я тоже не обезопасюсь, потому что там очень безмозглые и очень целеустремленные ребята возьмут просто бревно. Килограмм в 200 и закинут мне его в окно, вот, и это бревно залетит вместе с решеткой в окно, да, и потом спокойно зайдут. То есть, как бы, понятно, тут, как бы, ну, такой вариант тоже имеет место быть, вот, но я, как бы, вот, рассматриваю для определенных условий, для каких-то особенных условий. Но тут нужно учитывать момент, кто ты, как ты себя ведешь, где ты себя ведешь, понимаешь? И, как я уже говорил в том видео, да, если у тебя из жопы высыпаются бриллианты, ты бросаешься деньгами, вот, как бы, даешь показать, что у тебя много дорогих вещей и много наличности. То, в общем, нет особой сложности тебя обворовать даже, не знаю, с остальными дверями. Это раз. Как бы, эта сложность снижается и степень вероятности грабежа поднимается, когда ты еще куда-то заезжаешь в какие-то странные места. То есть, тут вопрос твоей способности ориентироваться в пространстве, способности ориентироваться в инфраструктуре, в социальной среде и так далее. Это раз. И твое желание тебя показывать, да, то есть, если ты хочешь себя показать, как очень богатый русский турист, но то, как бы, не удивляйся, что ты становишься удобоваримым белым куском мяса. Вот, поэтому такой момент. Наверное, если говорить все-таки, да, о здравом подходе и методе безопасности, замки навесные. Слушай, ну, на любой навесной замок, чем больше замок, тем больше нужен лом. Тем больше замок и чем больше лом, тем больше дырка у тебя будет от повреждения в двери, да. Ну, вот, если это маленькая щеколочка, то две дырочки от саморезов, когда его выломают. Если у тебя нормальный такой замок, да, то, в общем, такая же у тебя будет дырка. Я, кто-то мне в комментариях пару лет назад писал, что у него в прицепе, в караване, зашли просто, не знаю, там, какой-то там, не то кувалдой, просто ее, бум, вы просто положили внутрь. Да, не то там какое-то там ведро с цементом застывшим, закинули просто, которое прошло вместе с дверью внутрь. То есть такой момент. Поэтому, как бы, навесные всякие замки такие, да, ну, это такая штука. Скорее, тут нужно исключить, ну, тут первый, как бы, момент, исключить возможность вскрытия. Когда нет двери, тогда вскрывать нечего, да. Ну, понятно, что на такое дело есть, да, как я уже сказал, там, стальные трубы, да, залитые бетоном, которые можно вбросить внутрь сквозь стену. Вот, ну, это, это уже опять-таки, это нужно, чтобы задача такая стояла. Это нужно, чтобы там что-то очень вкусное было внутри, чтобы так сильно хотелось туда попасть. Вот. Поэтому нет замка, нет никаких личинок, нет ручек, вскрывать нечего. Это раз. Два. Как бы, учитывать нужно глупость мошенник, да, потому что он, как я уже описал, да, там, про перегородку, он может сначала тебе выбить форточку треугольничка, а ты там умный парень, да, ты там какой-то там заблокировал замки. Он такой, оба, изнутри открываешь щекол, да, ну, не открывается дверь, блин. Уже ж начал дело, надо же закончить, да. Ага, бьем вот эту большую, которая опускается. И лезем уже, лазим, залазим. Эх! Железная перегородка. Незадача. Сегодня не повезло. Но не повезло не только ему. Не повезло тебе, если я с выбитым треугольничком в Севилле, да, заклеил пакетом. Ну, неприятно, чуть шумело было. Я там доехал код следующего города, потом из рук стекла сделал стекло. Ну, как бы тебе будет более неприятно с заклеенной всей боковушкой, когда ни хрена там не видно, да, ехать. Ну, такой момент сомнительный. Ну, вот, поэтому, как бы, обезопасить амбразуры, да, можно. Но зачем тебе ехать туда, куда, как бы, жулик готов лезть в надежде хотя бы телефон забрать. То есть, ну, как бы, даже, я тебе скажу так, что даже в каких-то не очень благоприятных местах можно выбрать место для парковки. У меня выбили форточку, я запарковался в гетто. В таком гетто, где местные жители из Севилли, они стараются там вообще не парковаться. Они стараются туда не ездить. А я такой, типа, о, как живописненько. Крыша с залатанными пластиковыми канистрами. Мне нравится этот вид. Стану здесь. Ну, вот, и вот результат, на самом деле. Ну, вот, то есть, нужно здраво оценивать просто ситуацию. Как ты сказал, ты не ездишь с большими богатцами. Как бы, жулики тоже не дураки. Они не лезут в карман к бомжу на улице, вот, чтобы там что-то достать. Потому что они там могут достать только это самое, только таракана. Вот, жулик лезет, куда он лезет? К богатому туристу. Вот, то есть, такой момент. Если у тебя там, как бы, ни хера нет, то, в общем, к тебе никто не полезет. Вот. К тебе полезу только если ты станешь где-то в гетто, в поле. Один, где, то есть, ну, не залезь, ну, глупо. То есть, ну, просто интереса ради посмотреть, как у тебя там это выглядит. Внутри просто можно, потому что риска ноль. То есть, нет никаких сложностей к тебе проникнуть. Нет никакого риска. Ну, если ты вот в таком месте станешь. Вот такой момент, наверное. Ну, вот. И поэтому вот про безопасность я тебе сказал, да. Отсутствие замков, отсутствие ручек. Ну, боковые стекла. Блин. Ну, не знаю. Тут такой момент. Как бы, можешь сделать такие навесные решетки. Можешь сделать вот такие из алюминия абразуры. Но, как бы, я, если это буду делать, то это будут какие-то исключительные ситуации. И не факт, что на время всего пути я буду ими пользоваться. Потому что просто я пока не могу сказать, да, допустим, какая обстановка в Муритане. Я не знаю, какая обстановка в Сенегале, да. Вот. Я не знаю там население. Я не знаю, какие-то места. Возможно, я приеду и пойму, что, ну, это бред был. И я их уберу, эти решетки, в багажник. Возможно, и так. Ну, я думаю, как бы, наверное, все я тебе писал. Вот. Да, как ты верно заметил, это пространство геморроя. Это постоянно вот эти вот геморроры, там, если какое-то дополнительное устройство ставить. Но я бы, наверное, не жертвовал. Я уже и так затянул, но я дополню. Вот. Я уже не в первый раз, ты сейчас это не озвучил, но мне показалось, что ты речь об этом вел. Я уже не раз от русскоязычных слышал вот это выражение Kemper Stiles. Да, Kemper Stealth, по которому никто не поймет, что это Kemper. Дружище, поймут. То, что у тебя нет окна от Kemper, это не говорит о том, что непонятно. Даже, ну, я, ладно, я просто как бы по куче признаков определяю, да, что Kemper ты или не Kemper. Но даже если не брать меня, даже если брать, к примеру, там, не знаю, полицейского, либо какого-то местного жителя, который живет, где Kemper, это не новинка, да, то, во-первых, ты не первый. Вот. И даже не в первой сотне ты, да, тех, кто использует фургон как Kemper. Ты не в первой сотне из тех, кто использует фургон без глубоких переделок под Kemper. Ну, поэтому есть куча всяких признаков, по которым мы определяем, что это Kemper, ну, я, местные жители, полиция, да, и скорее, когда ты делаешь вот фургон, типа, а-ля Kemper Stealth, ты не освобождаешь себя от всего того же геморроя, с которым сталкиваюсь я, да. Ну, вот, когда там, к примеру, там, парковка Kemper запрещена, то не волнуйся, если захотят тебя согнать с этого места, вот, и ты будешь кричать, что у тебя по документам, да, это грузовой автомобиль, то тогда тебе задают вопрос, окей, хорошо, а вот это что? Это груз? Окей, а почему он у тебя там не закреплен соответствующим образом? То есть, в общем, ты со всеми, как бы, ты не решаешь себе, ну, какие-то свои проблемы, а лишь создаешь себе дополнительные, какие, я сказал, да, сокращаешь себе пространство, место, ну, вот, уже лучше, если делать Kemper, то делать его нормально. Если ты едешь какие-то в лютые ебеня, ну, да, закажи себе бронелисты на лобовик, на боковухе поставь, как бы, вот, ну, и, конечно же, возьми это, жилетку этого, камикадзе, вот, чтобы когда тебя будут грабить, будешь говорить, братан, я сейчас вот дергаю эту штуку, и мы их с тобой, був, все, був, 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 був. Вот, вот, ну, наверное, решит этот вопрос от грабежа, ну, вот, а, ну, я бы не делал, я бы не делал, но, и твое решение применимо, знаешь, в каком случае, если твой фургон является рабочим фургоном, если это твой рабочий грузовик, которым ты перевозишь, там, грузы, вот, и тебе нужно им использовать, пользоваться, ты вот едешь, там, в отпуск на две недели, хочешь его использовать под кемпер, окей, да, тогда ты его теплоизолировал, предусмотрел каналы под временные, всякие системы дренажа, там, слив воды, там, либо, там, ну, какие-то вот такие все эти вещи, да, предусмотрел, вот, и предусмотрел системы крепления временных кроватей, столов и так далее, но, вот, в этом смысле, тогда в этом есть смысл, да, тогда ты, там, раз, там, в году, там, взял отпуск, поехал в гараж, потратил день-два, пристегнул, там, все койки, кровати, души, шумуши, там, баки, оба, и поехал, попутешествовал, вот, вернулся, все это отстегнул, опять до следующего отпуска в гараж, тогда в этом есть смысл, а именно, типа, а-ля, там, типа, я вот такой умный, я вот такой хитрый, я вот так вот сделаю, что меня, там, не поймут, не ограбят, не переграбят, ну, это, это, короче, это ты создаешь проблемы только себе, я в этом не вижу никакого смысла, если, как я сказал, у тебя не под грузоперевозки фургон, делай нормальный кемпер, делай его удобно, делай его для комфортного проживания, да, там не нужно такое количество окон, которых пихают в кемпера, вот, я бы парочку, наверное, заделал бы, вот, делай его для себя, для комфорта, и наслаждайся путешествиями, и адьё!